Шалом! Вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Деньги зло. Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от наличных расчетов. Открытое небо. Впервые пассажирский самолет из Арабских Эмиратов пролетел в воздушном пространстве Израиля. Судьба или случайность. История побега узников из лагеря смерти Себебор. За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 13 754 новых случаев коронавируса и зафиксировали 286 летальных исходов. Таким образом, показатель смертности вновь побил рекорд, установленный два дня назад. За неделю прирост заболеваемости вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения. При этом, в Москве было госпитализировано на 15,8% больше пациентов, чем 7 дней назад. Роспотребнадзор назвал деньги одним из источников распространения COVID-19 и призвал россиян отказаться от наличных денег, так как инфекция может сохранять активность на купюрах не менее суток, а на монетах около 3 часов. Тем временем в Израиле выявили менее 2000 новых заражений коронавирусом. Это критерий, который позволяет начать постепенный выход из карантина. Однако число больных, подключенных к аппаратам ИВЛ, резко выросло и достигло максимума – 253 человека. Накануне правительство решило с 18 октября поэтапно снимать ряд ограничений. Владельцы салонов красоты и парикмахерских не стали дожидаться официального разрешения на работу и провели акцию протеста, в рамках которой они открыли свои заведения и вывесили плакаты со словами «Мы – жизненно важное предприятие». Напомню, что на сегодняшний день в стране могут работать столько жизнеобеспечивающие организации. Впервые в истории пассажирский лайнер авиакомпании «Этихат Аэрвейс» из Объединенных Арабских Эмиратов пролетел над Израилем. Изменение карты воздушных путей стало возможным благодаря заключенным недавно договоренностям. Ранее самолетам страны Персидского залива приходилось огибать Израиль и проходить в воздушном пространстве Ирака и Турции, а иногда и Египта, и Ордании, и Саудовской Аравии. Таким образом, отныне время в пути из Европы в ОАЭ сократилось на полтора часа. В эфире бакинского телеканала «Хазар-ТВ» известный азербайджанский певец Хайям Ниссанов выразил солидарность с властями Азербайджана, которые защищают территориальную целостность своего государства в Нагорном Карабахе. Сегодня в синагоге в Баку евреи прочли молитву о скорейшем прекращении войны, возвращении солдат домой в полном здравии и обеспечении территориальной целостности страны. Выступая на церемонии, главный раввин Ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал отметил, что еврейская община страны всегда поддерживала народ Азербайджана. Напомню, что вооруженные столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. 9 октября по приглашению президента России Владимира Путина в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, на которых были достигнуты договоренности о прекращении огня с целью обмена пленными и дополнительного согласования условий перемирия. В румынском городе Яссы обнаружили еврейские надгробия. Историки считают, что фрагменты Мацев привезены из старинного иудейского кладбища, которое было разрушено по приказу нациста и антисемита мэра Константина Ефрима. Свое решение он объяснил тем, что хочет отдать землю крестьянам для строительства домов. Но жители отказались от такого подарка и останки евреев перевезли на другие кладбища, а надгробия зарыли по всему городу. Бывший узник Освенцима Юлиус Эзенштейн, проживающий в американском городе Голландейл, отметил свой 101 день рождения. Праздничное мероприятие для него организовали сотрудники Центра документирования и просвещения о Холокосте. Поздравить виновника торжества пришли члены еврейской общины и мэр города. Юлиус Эзенштейн поблагодарил всех за поздравления и попросил молодежь хранить память о Холокосте и передавать ее будущим поколениям. Побег узников из лагеря смерти Собибор – единственная успешное восстание в истории Второй мировой войны. Ежегодно во всем мире 14 октября чтят память 250 тысяч невинно погибших людей. В честь этой значимой даты в Владикавказском общинном мемориальном музее Холокоста имени Александра Печерского для школьников провели экскурсию. Там ему присвоили звание лейтенанта и под Москвой он был ранен. Ранение получил тяжелое и без сознания он попал к немцам в плен. Отсюда самое страшное начинается. Девятиклассники узнали о жизни главного предводителя восстания советского офицера Александра Печерского и зажгли в его честь свечу. А после в новом зале победы ребятам показали 20-минутный документальный фильм Собибор. В этом году узнику лагеря смерти Собибор Семену Розенфельду исполнилось бы 97 лет. Последний выживший из участников восстания умер в июне 2019 года. Историю его жизни расскажет Наталья Кравченко. У Семена Розенфельда было два дня рождения. Первый 10 октября 1922 года. Второй 14 октября 43-го, когда ему удалось сбежать из лагеря смерти Собибор. Последний выживший участник восстания родился в украинском местечке Терновка в семье Портнова и домохозяйки. В 1940 году он окончил школу, а в ноябре призвался в ряды Красной Армии. Сначала служил в Латвии, освобождал Прибалтику, потом попал в Минск. 23 июня 1941 жители города проснулись под гул турбин. Подняли глаза, а в небе самолеты. Звезды советские, звук чужой. Это были немцы. Семен Моисеевич оказался в Минском гетто. Узники кололи дрова и топили печки. Центрального отопления в городе не было. Первое время Розенфельда и его товарищи по несчастью почти не кормили, и многие умирали от голода. Когда немцы узнали, что их пленные получают в России по 300 граммов хлеба, тогда и минским узникам стали выдавать такой же паек. В сентябре 1943 года лагерь ликвидировали, а людей переселили в Собибор. Розенфельд и его друг Саша Купчин назвались Столяромой-Плотником, и это спасло их от гибели. Мы поели и спрашивали, где наши товарищи, которые приехали в нашем эшелоне. Он посмотрел вот в эту сторону, и там начал идти дым. Он говорит, боже, ваши товарищи, вот эти вот дым, видите, вот это ваши товарищи. Это же шалон, целые 22 городов, по 100 человек в вагоне. В основном из Минского гетто, а из лагеря было человек 200. Вот мы поняли, куда мы попали. Наступили трудовые будни. Розенфельд и другие рабочие строили бараки. На каждой уходило по 3-4 дня. Потом мастерили нары. В это время на другом краю Собибора работала фабрика смерти. Женщины при банике стригут волосы и загоняют в баню. И там стоят танковые двигатели, и газы, вот эти хлопные газы идут в баню. Так старые лагерники рассказывали, что душат людей этим газом от двигателя. Неизвестно, сколько еще дней узникам пришлось бы смотреть на мир через три ряда колючей проволоки, если бы не бригадир швейной мастерской. Он давно вынашивал план восстания и поделился им с советскими пленными. Немецких надзирателей предстояло устранить с помощью топора. С другим отделением лагеря условились. Если там убьют всех немцев, то на построение в 17 часов они пойдут с песней все выше и выше и выше. Выше и выше и выше, и выше, и мимы поют наши стрии. И в каждом пропелле дышат спокойствие наши границы. Эту песню бывшие узники спели на встрече в 1963 году, спустя 20 лет после восстания в Собиборе. Впервые за эти годы за одним столом оказались Розенфельд, Александр Печерский и Аркадий Войспопир. Это было уже после побега, нескольких месяцев жизни в лесу, карьеры фотографа и женитьбы Семена Розенфельда на своей двоюродной сестре. После войны ему пришлось учиться жить заново. Все родные в Терновке погибли. Оставаться в очередном доме он не мог. До того было больно. В интервью Розенфельд всегда называл себя фаталистом и верил, что ему суждено было выжить. Я хочу предложить почти память погибших товарищей, которые проложили нам дорогу в жизнь с минутным молчанием. Итоги недели в нашей информационно-аналитической программе «Два кадра». Смотрите в субботу в 21.00 на Первом Еврейском. Андрей! Да? Возьми сценарий, пожалуйста. Хи-хи-хи-хи-хи. Нихихиха-ха. Я за фруктовую мороженку в детстве мог слушаться целую неделю. Выпуск будет серьезный. Это все на сегодня. Чтобы быть в курсе актуальных новостей в еврейском мире, подписывайтесь на Первый Еврейский. Кликайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи.